На 25% выросло количество обстрелов на Донбассе по сравнению с минувшей неделей. Это данные ОБСЕ. Миссия также зафиксировала у луганских боевиков готовое к бою запрещенное вооружение. Сегодня с начала суток украинские бойцы попадали под вражеский огонь уже 4 раза и дважды стреляли в ответ. С передовой подробнее Ирина Баглай. Вчера вечером боевики снова с этой огневой позиции вели прицельный огонь по пехотинцам. Задалбывали нас, задалбывали. Пришлось уже там, когда стало неприятно, пришлось уже ответить. Ответили адекватно, как требуется. Но мы, правда, 5 раз выстрелили и у них ДОД сгорел все. Сегодня такой же обстрел боевики начали вести днем. А это пулеметик работает трошкой. Ну, бит должен быть, а он и стреляет. Вот такой стрельбой из пулемета. Сейчас боевики провоцируют наших военных. И под этот шум может работать и снайпер. Доходим до наблюдательного поста и там командиру подтверждают. Огонь засекли со стороны захваченного боевиками села Жабуньки. Вот это когда мы шли, вот эта стрельба, это был снайпер. Пострелили чуть-чуть. Нормально. Это что? Вот это. Это где-то там с фермы. Откуда-то оттуда стреляют. А это нормально, это в порядке вещей. Среди бела дня? Да. Прострелы идут ежедневно. Жабуньки села напротив Песок. Наемники уже давно превратили в укрепрайон. В домах и гаражах крупнокалиберное оружие. Там зданий хватает, подвали тоже. Выносят, отстрелялся и назад. А вот тяжелое вооружение, в том числе и танки, ближе к захваченному Донецку. Катается тут постоянно, его слышно. А танк слышно только на 6 километров не глубже. Ну вот тут шахтный двор какой-то. Вот от него до террикона. От террикона до него. Они бьют из глубины, но слышно, как по авдейке лупашат. Во время последнего такого обстрела и получил ранение боец на рубежах под Ясиноватой. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Продолжение следует...